В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. С 18 июня оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только пластиковыми картами. Соответствующий законопроект был поддержан в Мособлдуме и подписан Андрей Юрьевич Воробьев. В Видном наградили лучших подмосковных специалистов в сфере местного самоуправления. Хочу сказать тем, кто еще не участвовал в этом конкурсе, обязательно участвуйте. Это отличное мероприятие, на высоком уровне организованное. Яркий и зрелищный фестиваль «Хоровод хоров» прошел в горках ленинских. В начале июня Мособлдума на 25 заседании приняла закон, по которому оплата проезда в общественном транспорте на территории Подмосковья будет осуществляться только по безналичному расчету. Новые правила вступят в силу 18 июня. Есть ли исключения и как будет контролироваться исполнение закона в нашем муниципалитете, узнал Максим Козлов. Теперь практически на всем транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на территории Ленинского округа, будет приниматься только безналичная оплата за проезд. Об этом нам рассказал начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципалитета Андрей Пальтов. Планы по переходу оплаты в общественном транспорте на безналичный расчет губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил еще в начале года, во время визита в Ленинский городской округ, где, в числе прочего, проверил условия работы водителей автобусов. Мы полностью переходим на безналичную оплату. И, естественно, культура сложилась такая, что часто наличные были. Их путь тоже такой разный, извилистый наличных денег. Но в дальнейшем нужно понимать, что в Московской области налички практически не было. В Ленинском округе общественники и представители депутатского корпуса проводили рейды, цель которых – проверка работы терминалов оплаты проезда. Как правило, выявлялось немало случаев, когда водитель под предлогом того, что карта неисправна, требовал наличной оплаты. Сейчас проверили три автобуса. Из этих трех автобусов один был нерегулированным тарифом, два было с регулированным тарифом. Карта «Тройка» я попробовал проверить, а также проверили карту «Мир». Значит, карта «Мир» пробилась во всех трех автобусах, карта «Тройка» пробилась только в двух. Теперь весь общественный транспорт оборудован новыми терминалами без наличной оплаты, где можно расплатиться картами «Стрелка» и «Тройка», банковскими и социальными картами. А контроль за соблюдением правил ужесточится, причем не только в отношении водителей, но и пассажиров. Силами административной пассажирской инспекции, силами Министерства транспорта, силами общественных организаций будет осуществляться контроль на данных маршрутах и проверка. Будут применены некоторые санкции в виде предупреждения штрафов на перевозчиков, на нерадивых жителей, которые оплачивают проезд таким образом. Исключением из общего правила станут только автобусные маршруты 10.19 и 10.20. Они работают по лицензии, выданной не в области, а в Москве. А значит, по крайней мере пока на них новый закон не распространяется. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Лучших специалистов Московской области в сфере местного самоуправления наградили «Видном». Конкурс прошел уже в 14 раз. Подробности в нашем следующем материале. 27 лучших работников органов местного самоуправления региона собрались «Видном», чтобы получить заслуженные награды. Конкурс уже стал ежегодным. Его организатор – Совет муниципальных образований Московской области. Самые активные участники состязания – Одинцовские и Дмитровские городские округа. От них поступило больше всего заявок. Победителей конкурса поздравил глава Ленинского городского округа и председатель Совета муниципальных образований региона Алексей Спаский. Есть и крупные муниципалитеты, есть и муниципалитеты совершенно небольшие. Но это только свидетельство о том, что и проблематика, и возможность поучаствовать в этом конкурсе, она есть практически у каждого специалиста. Этот конкурс, эта процедура, я считаю, что чрезвычайно важная, потому что она позволяет как на себя, ну на себя, как на специалиста взглянуть критически. Я когда-то точно был таким же специалистом, который прошел все эти ступени. И одновременно, во-первых, подсмотреть что-то у коллег, это тоже практика показывает, что очень важно, ну и плюс поделиться с остальным муниципальным сообществом. Для участия в состязании специалисту необходимо представить конкурсную работу. В ней служащий описывает свои достижения, нововведения и методы муниципального управления. Авторов лучших работ награждают, а сами труды публикуют в специальном сборнике. Его рассылают по всем муниципалитетам области, чтобы повсеместно применять новаторские практики. Наш конкурс, он дает возможность как раз поделиться тем, что есть хорошего в муниципальных образовании, какие прекрасные люди работают на муниципальной службе. И они и сами на нашем конкурсе обмениваются своими позитивными карьерными успехами. Ну и в конце концов мы их поощряем. Пусть это поощрение не столь серьезное, но сам факт поощрения, то что мы действительно выделяем лучших специалистов в сфере местного самоуправления, это действительно очень важно для развития местного самоуправления Московской области. Специалистов наградили в девяти номинациях, в каждой по три призовых места. По традиции выделили лучших в сферах ЖКХ, градостроительства, информационного обеспечения. Отдельная номинация для народных избранников. Поучаствовать в конкурсе могли и депутаты законодательных органов. Также в этом году впервые выбрали лучших старост сельских населенных пунктов. Работа с людьми – это самое главное. А когда работают еще и в сельской местности, люди там живут такие незаурядные. Но раскрыть свои таланты им очень и очень тяжело. И поэтому наша задача старост – объединить их, сделать их благоустройство, где они живут, лучше. А самое главное, чтобы они почувствовали тепло и заботу. Участники рассказывают конкурс специалистов местного самоуправления. Это не только возможность узнать новое, но и поделиться опытом. Многие призовые места и победы в состязании помогли выделиться и построить еще более успешную карьеру. В этом направлении я работаю уже 12 лет, то есть всю свою сознательную жизнь. Можно сказать, в данном конкурсе принимаю участие, кстати, уже третий раз. В раз в должностях принимал участие. И после последнего моего участия как раз, точнее, последнее моего участия как раз было стимулом к тому, чтобы я была назначена на эту новую должность. Хочу сказать тем, кто еще не участвовал в этом конкурсе, обязательно участвуйте. Это отличное мероприятие, на высоком уровне организованное. Возможность познакомиться с коллегами, с их опытом. А вот огромное спасибо организаторам. Из года в год конкурс становится только лучше. Всем рекомендую в нем участвовать. Узнать больше о работе органов местного самоуправления и даже ознакомиться с проектами конкурсантов могут не только муниципальные служащие, но и все желающие. Сборники ежегодно публикуются на официальном сайте Совета муниципальных образований Московской области. Татьяна Брылова, Олеся Попова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Акция «Коробка добра» завершилась. На днях более 50 ящиков с гуманитарной помощью отправлены в Донецк. Продукты, одежду, средства личной гигиены получат воспитанники местной школы-интерната. Об итогах благотворительного проекта узнаем у Юлии Пагасьян. Весной у видновчанки Валентины Печенкиной возникла идея организовать благотворительную акцию в поддержку ребят из школы-интерната города Донецка. Когда-то женщина и сама была воспитанницей учреждения. Не понаслышке знает, как непросто расти без родителей. А сейчас, когда в регионе тяжелая обстановка, ситуация в интернате нестабильная. Поэтому поддержка в виде вещей и продуктов просто необходима. Все средства ДНР выделяются сейчас на армию. А что касаемо интернатов, это такие крохи. Минимально то, что там им выделяют. То, что собрали люди, неравнодушные жители Видного. Как всегда, они себя показывают с наилучшей стороны. Очень отзывчивые наши люди, очень добродушные. Всегда помогают. Я обожаю наших видновчан. При поддержке руководства Видновской дирекции киносети и лично депутата Павла Русакова акция состоялась. Символичные коробки установили в некоторых подъездах старой части города Видное и в здании учреждения. В благотворительном проекте участие успели принять не только неравнодушные жители, но и крупные предприниматели округа, а также спортсмены мотобольной команды «Металлург». Коробки эти переполнялись очень приятно, крайне быстро. Мы только успевали что загружать, и склад забился мгновенно. Да, это сложно, да, и время непростое. Но общими усилиями, объединяясь, мы должны помогать тем людям, которым эта помощь необходима. И желательно, чтобы это была не просто абстрактная какая-то помощь, а это была адресная помощь. За время проведения благотворительной акции удалось собрать более 50 коробок с необходимыми товарами. Здесь и продукты питания, в частности сладости для детей, одежда и обувь, средства личной гигиены, игрушки. Все это на днях отправилось адресатам. Сначала заедем в Луганск, навестим на передовой бойцов, а уже потом дальше мы поедем непосредственно уже в Донецк, там нас будут встречать. От дороги мы готовы к любым ситуациям, как бы нам бояться нечего. Мы едем с Богом, с верой, в том плане, что в поддержку наших бойцов, в поддержку наших детишек, именно в помощь нашему младшему поколению, да, те, которые воспитываются в детских домах, те, которые ждут от России, от неравнодушных жителей Ленинского городского округа. В планах у организаторов продолжить благотворительную акцию и расширить ее масштабы. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ургосадовская, ВИДНТВ. 1 июня в эфире нашего телеканала прошел трехчасовой благотворительный марафон по сбору средств для виновчан-феоктистовых. Глава этого семейства Николай после смерти своей супруги Юлии в одиночку воспитывает троих детей. Сбор денег продолжался до 12 числа. И сегодня, чтобы подвести итоги марафона, мы пригласили в гости руководителей торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа и соорганизаторов благотворительного марафона Владислава Рымшу и Максима Арапова. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с главного. Сколько удалось собрать? По итогам проведенного марафона мы собрали 290 тысяч рублей. В рамках марафона эта сумма чуть меньше получается, 219. И помимо этих денег еще напрямую отправляли Николаю непосредственно 15 и 65. Вот в общем получилось 290. По статистике это много небольших платежей или наоборот несколько крупных? Может вам удалось привлечь бизнесменов нашего округа, какие-то предприятия крупные тоже? Это в основном члены палаты, которые внесли такой достаточно значительный вклад. Также Владислав уже сказал, что у нас пожертвовали эти средства батюшки из совета отцов. То есть это и жители, и церковь в этом поучаствовала. Она на самом деле затронула многих мужчин, потому что мы понимаем, как тяжело Николаю пришлось. Много или мало оценивать тяжело? Вы знаете, мы считаем, что любая помощь это уже серьезная поддержка. Еще раз повторю, наша основная задача, как торгово-промышленная палата и всех участников, которые принимали деятельность в этом марафоне, это не сбор средств, а поддержка. Это доброе слово, это понимание и взаимопонимание к человеку, который оказался в битве. Я знаю, что вы в постоянном контакте с Николаем Феоктистом. Какие у него вообще эмоции и впечатления от такой помощи? Ну, если вы помните, мы его уговаривали принять участие в этом марафоне. Человек достаточно скромный и, честно говоря, не очень себе представлял, чем это может все закончиться. Поэтому по итогам проведенного марафона мы с ним созванивались. Естественно, он доволен той ситуацией и тем единением, которое было ему оказано в рамках этого марафона. И я думаю, что те деньги, которые мы собрали, они пойдут именно на решение его текущих проблем и вопросов, которые действительно есть в семье, о которых мы тоже говорили в рамках марафона. Насколько я помню, основная часть пойдет на оплату ипотечного кредита, да? Да, все верно. Ну, помогать можно не только деньгами, там маленькие дети, им нужны какие-то секции, дополнительные занятия. Вот тоже, может быть, кого-то вам удалось привлечь, чтобы они где-то ходили бесплатно? Мы будем заниматься этим вопросом в последующем. Сейчас была немножко другая задача. У нас прекрасный округ, где есть хорошие секции, бесплатные абсолютно от администрации Ленинского городского округа. Мы, как торгово-промышленная палата, готовы способствовать и содействовать тому, чтобы его дети и другие семьи могли к нам обращаться. У нас есть социально ответственный бизнес, который к этому вопросу достаточно серьезно подходит. Поэтому это не будет камнем преткновения. Мы готовы оказать поддержку. Выслав, то есть я правильно понимаю, что это не разовая помощь будет, да? То есть вы постоянно будете и в дальнейшем его поддерживать по мере возможности? Ну, у нас так складывается, что это уже третий марафон. И тем людям, которым мы помогали в рамках марафона, естественно, мы поддерживаем отношения, общаемся и по мере возможности им помогаем. Вот вы задали вопрос по поводу секции. Действительно, в рамках марафона участвовала организация ProBusiness. Это объединение небольших предпринимателей, в частности, которые оказывают услуги в виде обучения английского языка, какие-то работы связаны, ручная работа и так далее. Поэтому уже тогда на марафоне было озвучено о том, что будет оказана поддержка именно привлечения в эти кружки. Бесплатно, естественно. Это действительно уже наш третий совместный марафон. Уже какая-то тенденция. Вы видите, что люди действительно хотят помогать, что они не остаются в стороне, потому что сейчас время тяжелое. Есть ли у людей такое желание помогать другим? Вы знаете, здесь больше, наверное, человеческое качество. Оно было и до кризиса, и во время пандемии, и тогда было нелегко. В принципе, времена для предпринимательского сообщества очень непростые. Но те люди, которые откликались, они также и продолжают помогать и поддерживать жителей нашего округа. Ну что ж, 290 тысяч рублей – это, я думаю, хорошее подспорье для Николая и для его семьи. Пожелаем им здоровья. Спасибо, что пришли. Я напомню, что у нас в гостях были руководители Торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа и соорганизаторы благотворительного марафона Владислав Рымша и Максим Арапов. В Центральном парке города Видное продолжаются мероприятия в рамках проекта «Путь к здоровью». Очередная лекция была посвящена профилактике гипертонической болезни. Артериальная гипертензия – самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. Профилактике этого недуга была посвящена лекция врача-терапевта Дениса Коваленко, которая рассказала о возникновении и классификации болезни, а также о факторах, влияющих на повышение давления. Артериальная гипертензия – это очень часто хроническое нефекционное заболевание, одно из. В России более 45% заболевания по всей России. То есть очень актуально на данный момент. Болеет почти каждый второй. Встреча прошла на летней эстраде Видновского центрального парка. Жители оценили удобный формат лекции. Люди активно задавали вопросы, касающиеся приема лекарственных средств и правильного измерения давления. Вот эта лекция мне представила интерес, что я страдаю сама гипертонией. И поэтому хотелось бы знать о профилактике гипертонической болезни. Думаю, может быть, что-то новое услышу. Вот так как я слежу тоже и за здоровьем своим. Вячеслав Ермачков посещает спортивные занятия в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и старается следить за своим здоровьем. Пришел, потому что меня заинтересовала эта тема. В программе «Здоровье» сказали, что каждый второй мужчина страдает гипертонией. Я немножечко старше, чем 25 лет. Поэтому решил прийти послушать лекцию. Цикл мероприятий «Путь к здоровью» – это прекрасная возможность для жителей в непринужденной обстановке пообщаться с узкими специалистами Видновской районной клинической больницы. Подобные встречи будут проходить в парке в течение всего летнего сезона. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Не первый год. Около хенсеатра «Искра» разворачивается сезонная ярмарка, где у многих жителей города уже появились свои любимые палатки. О том, что там можно приобрести, расскажет Дмитрий Книга. Около кинотеатра «Искра» продолжает свою работу ярмарка, на которой можно купить как продукты питания, так и товары для дома. И, конечно, при желании обновить гардероб к летнему сезону. Турецкая одежда. Цены демократичные. Товар поступает прямо с фабрик. Это брюки, платья, блузки. Всё натуральное. Размеры с 48 по 62. Также на распродаже женщины подберут себе модный аксессуар – новую сумку. У меня сумки «Испания», сумки настоящие. Это коллекционные модели, значит, ручная работа. Как женщины, так и мужчины смогут выбрать себе головной убор. Здесь есть всё – от бейсболок до шляп. Впрочем, речь идёт не только о лете. Из головных уборов почти есть все сезонные шапочки. Есть осенние, зимние, весенние, летние. Есть соломенные шляпы из краснодара привозим. Есть меховые шапки, которые остались, мы как раз распродажу устроили, продаём. Все продукты питания, выставленные на продажу, свежие, высокого качества. Цены могут приятно удивить видновчан. В отличие от магазинов, некоторые товары перед покупкой можно попробовать на месте. Наша специализация – это твёрдые и полутвёрдые сыры сроком созревания не менее двух месяцев. При этом у нас есть сыр свежий, который мы сварили в пятницу и вот уже в понедельник привезли сюда. Это совсем молодой сыр. Но так или иначе, в летний жаркий день – это очень хороший завтрак. Если приобретать сразу несколько единиц товара, возможны скидки, как, например, с окрой лососевых рыб. Баночки по 140 по 250 грамм. Производство Камчатка и Сахалин. Также икра щуки, икра палтус по 220 грамм баночки. Очень вкусная у нас печень трески. К чаю здесь всегда широкий ассортимент сладостей от Азовской кондитерской фабрики. Каждый найдёт себе что-то по вкусу. Халва, мармелад, рахат лукум. Продукция на натуральных компонентах. То есть мармелад на агаре, на яблочном пектине. Халва тоже от лучших производителей. Поэтому зефирчик, печеница, меренговые рулеты. И, конечно, какое лето без свежих ягод, овощей и фруктов. Сразу в нескольких палатках есть большой выбор природных витаминов. Сейчас в основном большой ассортимент черешни пошёл. Самые вот ягоды. Клубник уже чуть-чуть спало, люди наелись. Сейчас черешня идёт. Самое лучшее – это киргизия идёт. Сладкая медовая. Пошёл азербайджанская есть. Есть ещё узбекская. Для любителей мясных изделий традиционно представлена фермерская продукция из Беларуси. У нас продукции очень вкусные, питательные. И для детей есть, для маленьких тоже есть. Сосиски детские, колбаски детские, молочные. И сало очень вкусное от фермера. Ярмарка будет работать до конца недели. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Современный центр массажа открылся на проспекте Ленинского комсомола в Видном. Мечта Бьюти предлагает клиентам более 17 комплексных программ восстановления и расслабления. Все услуги оказываются с использованием собственной линии натуральной косметики. Качество проверила наш корреспондент Галина Житкова. Федеральная сеть «Мечта Бьюти» работает в индустрии красоты и здоровья уже 15 лет. Продано более 50 франшиз по всей стране. В Московской области у основателей массажных салонов 10 партнёров. Открытие центра в Видном – новая точка на карте развития компании. Открытие массажного центра «Мечта Бьюти» в городе Видное, мне кажется, это очень важное событие. Так как наша деятельность направлена на улучшение и укрепление здоровья нашего населения. Для нас это просто необходимо. Что может нам дать массаж? Массаж абсолютно точно сможет снять с нас напряжение, улучшить работу опорно-двигательного аппарата. Это, скажем так, большая перезагрузка как физически, так и эмоционального состояния человека. А сегодня наше неспокойное время – это очень важно. На торжественное открытие салона пригласили дорогих гостей и потенциальных клиентов. В ходе ознакомительной экскурсии директор центра массажа Татьяна Бочарова подробно рассказала обо всех услугах, что предлагает эта уютная территория красоты и здоровья. Любой бизнес – это, прежде всего, излечение прибыли. А в ютисфере – это и вот то удовольствие, то качество, и та вот помощь людям, которые как на медицинских показателях, с больной спиной, с какими-то проблемами, так и, собственно, восстановительные, спортивные какие-то истории. Вот если они вам поверят, то есть глаза вам верят, да, а вот именно после процедур, то тогда, я думаю, что вас исключительно ждет успех. Красивая мечта предлагает своим клиентам – профессиональный медицинский массаж с использованием собственной линии натуральной косметики. Высококвалифицированные специалисты помогут не только улучшить самочувствие или поднять настроение, но и укрепить здоровье. Мы делаем возврат 13% как налоговый вычет для наших пациентов. Это тоже очень важно в сегодняшний день. И у нас больше 17 программ, комплексных программ. То есть у нас не просто массаж, у нас идет комплексное обслуживание, благодаря которому клиенты получают гораздо больше результатов, чем просто от массажа. Пока одни только мечтают избавиться от боли в спине или пояснице, другие уже оценили качество предлагаемых услуг. Михаил Костюченко вполне может считать себя постоянным клиентом. С какой проблемой обратились? Проблема такова у меня вообще позвоночная грыжа. То есть я сейчас прохожу оздоровительный массаж, сеансы, поэтому сейчас вот уже на четвертом курсе я себя чувствую в разы получше. На празднике по случаю открытия было немало подарков и приятных сюрпризов. Счастливыми обладателями подарочных сертификатов на услуги массажного салона стали гости торжества. Всех девушек своих наставляем на развитие, привлекаем администрацию к помощи, привлекаем все наши ресурсы для того, чтобы мы процветали, развивались и росли. Такого плана салона в Видном нету. Я лично уже на себе испробовала техники массажа от профессионалов, от специалистов. Очень приятная атмосфера, большой выбор процедур и очень доступные цены. В центре массажа готовы предложить услуги всем, кто в этом нуждается. Высококвалифицированные специалисты помогут восстановиться после травм или подготовиться к летнему отпуску. Уже рассматриваются возможности выезда на дом. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Яркий и зрелищный фестиваль «Хоровод хоров» собрал сотни гостей в музее-заповеднике Горки-Ленинске. А выступить перед слушателями приехали десятки музыкальных коллективов из разных уголков России. На тропе, что пургой и запорошена, были встречи с тобой горячие. В этом году география третьего фестиваля «Хоровод хоров» расширилась аж до Архангельска. Ансамбль «Реченка» преодолел почти тысячу километров, чтобы приехать в Горки-Ленинске и выступить перед нашими зрителями. И удачно. Участница коллектива, которому, кстати, в следующем году будет 60 лет, взяли первое место. Здесь очень приятно выступать, получаешь очень много положительных эмоций и очень хороший зритель. Ну, вот просто вдохновение какое-то вызывает в нас. Атмосфера очень нравится. И вообще здесь такое место сказочное. На празднике народной песни выступили десятки музыкальных коллективов, а в общей сложности прозвучало почти сотня исконно русских произведений. В очень самобытном и аутентичном исполнении. И да, хоры водят хороводы и встречают хлебом с солью. Это фестиваль непрофессиональных артистов. Это артисты самодеятельные, которые посвятили свою жизнь, помимо основной трудовой деятельности, вот такому увлечению, увлечению народной песни. В этом году уже в третий раз подряд конкурс хоров проводился вместе с фестивалем «Любовь моя, моя Россия», посвященный народной артистке СССР Людмиле Зыкиной. На сцене государственный академический русский народный ансамбль «Россия», которым более 30 лет руководила Людмила Георгиевна. Сегодня программа абсолютно, я бы сказал, беспрецедентная, прежде всего, и по составу ее участников. Несколько часов эта программа будет длиться, и мы посвятили, конечно, ее, прежде всего, Людмиле Георгиевне Зыкиной, конечно же, сегодняшнему государственному празднику Дню России и нашему 45-летию. Нам в этом году исполнится 45 лет, поэтому мы тоже вот так вот с радостью такой хотим поделиться этим событием с нашими слушателями. Яркий и зрелищный двухдневный музыкальный праздник собрал сотни гостей. Мы в восторге, всем семейством пришли. Это истоки наши, это здорово, это здорово. Спасибо, ребята, за концепт, спасибо. Обожаю вообще хоровое искусство, я сама люблю петь, и хоры обожаю. Вообще, они поют замечательно, мне очень нравится. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»